Заниматься подкастингом мы в 2005 году, когда появился сайт russianpodcasting.ru И организовал этот сайт всем известный Вася Стрельников, VGMTV, который на тот момент куда-то пропал И вот он появился на арбоде И мы с моим коллегой и другом Вахтангом Махарадзе обнаружили пропажу на сайте И решили попробовать что-нибудь сами записать В итоге у нас появился проект с содержанием 18+, который сейчас находится на паузе Потому что у нас очень жесткие графики на работе И мы не можем никак просто с ним сконнектиться и записать очередную серию наших сисек писем А видеоподкасты начались как-то логическое продолжение нашего аудиосериала И мы что-то пытались снимать на видео В итоге у нас вышло, по-моему, 3 или 4 полноценных эпизода 20-минутных Мы прям такие большие формы осваивали Потом поняли, что в интернет все-таки надо выкладывать какие-то минутные, полутораминутные, ну максимум двухминутные истории Потому что вымораживало реально 20 минут материала собирать Вот, и на какой-то момент я остановил видеопроизводство Снимал, что-то у меня, значит, видеокамера, ну где-то лет с 15 дома Ну, я начинал, естественно, с кинокамеры 8 мм, супер-8, кварц, купленный в Зеленограде за 499 рублей И первая моя съемка, самая первая съемка на кино в жизни Состоялась 19 августа 1991 года Когда мы улетали из Москвы в Челябинск И я вот на эту стрекочущую кинокамеру кварц Снимал, ну как раз от аэропорта, вот где мы сейчас недалеко сидим Регистрировались, садились в Икарус И Икарус ехал мимо Красной площади, как-то, огибалка Перемьевской набережной в Домодедово И вот первые мои кадры, такие вот все мутные Они как раз содержат танки Танки в центре Москвы Это вот как раз 19 августа 1991 года Не знаю, сохранилась или нет моя кинопленка Вот эта вот Но в итоге, естественно, кино ушло Потому что все это стало очень накладно И появилась у меня сначала VHS-камера Потом супер-VHS-камера И потом я перешел плавненько на цифру И вот не расстаюсь с MiniDV уже, наверное, лет 5 точно А какую аппаратуру сейчас используешь для того, чтобы свои подкасты записывал? Я использую, значит, Соньку У меня Sony 9 на пленке Потому что я буду, наверное, последним человеком, который уйду с пленочных камер Но для таких вот ширпотребных дел Там что-нибудь поснимать Записать какую-нибудь мысль Или там что-нибудь интересное Вот я использую такую вот камеру HD причем, кодек Вот она у меня всегда с собой И даже может погружаться на 3 метра под воду Прекрасная камера А вот, кстати, по поводу фривольного подкаста на сексуальной темы Как реагировало на него руководство твоей радиостанции, где ты работаешь до сих пор? Настолько лояльно мое руководство ко мне и к Махарадзе Что, ну, они в какой-то момент, видимо, поняли, что все уходит в интернет постепенно И то, что мы там с Махарадзе присутствуем Это дает какие-то бонусы всей радиостанции Потому что проект мы начинали, чтобы у нас были какие-то скачивания Не знаю, там, 5 тысяч скачиваний в месяц И с каждым годом мы видели геометрическую прогрессию И, соответственно, как ни странно У нас на каких-нибудь, там, не знаю, мероприятиях Подходили и говорили О, вы же, Картаев и Махарадзе, не ведущие нашего радио А вы же, Картаев и Махарадзе, сиськи-писки-шоу Подходили Я, допустим, приезжаю к Махарадзе влюблено в гости Идем мы там с ним по улице И к нам подходят и говорят О, сиськи-писки, привет Вот такая вот фигня Таким образом, подкасты сработали на вашей паблисити Да, абсолютно верно И, естественно, руководство радиостанции понимает Что это еще один способ, бесплатный способ Продать своих ведущих и заработать, соответственно, аудиторию всей радиостанции целиком Поэтому абсолютно никаких проблем, никаких требований прекратить Этот беспредел не поступало И такой вопрос Как ты считаешь, Павел, какие перспективы у подкастинга, видеоподкастинга у нас в России И как бы могли некоммерческие организации это использовать в своей работе? Я думаю, что пока у нас интернет довольно-таки дорогой Особенно в регионах И как только пойдет существенный спад ценовой политики в интернете Особенно в регионах Можно себе представить, какая аудитория подключится Потому что я привожу такой пример У меня друг в Челябинске Он сидит только в локальной сети, пользуется ICQ Который тоже, скорее всего, больше не будет пользоваться Так как Mail.ru сейчас закручивает гайки И он сидит на локальных серверах Он вытаскивает бесплатно вот эти пиратские видеофильмы Я говорю Выходи в интернет, а что там делать? Во-первых, это дорого, плюс 400 рублей А во-вторых, это будет съедать все мое время, он говорит И он предпочитает просто из локальной сети тему видеофайлов Соответственно, если интернет Мне кажется, надо делать вообще вход в интернет бесплатно И тогда огромная аудитория Равная практически населению нашей страны Она тут же включится в сеть Тут же можно будет экономить на переписи населения Потому что там, ну, можно по IP По каким-нибудь электронным адресам просто делать Все это бодягу А не с синими шарфиками Чтобы тебе в 12 ночи звонили И, соответственно, это все превратится в огромную рекламную площадку И тогда огромные финансовые потоки ливанут в интернет И народ заработает гораздо больше, чем вот он зарабатывает сейчас Запуская интернет Ну, запуская людей в интернет и беря с них плату за подключение Мне кажется Другими словами, потенциально в этих новых медиа заложена очень большая сила Пиаровская Сто процентов Я думаю, да Потому что мы стольких талантов еще не досчитываемся Потому что у них нет денег Тупо нет денег войти в интернет Как только откроется доступ Либо он будет существенно дешевле, чем сейчас Либо он будет совершенно бесплатный Мы получим нереальное количество талантов Новых ведущих Новых спикеров Новых писателей И так далее и тому подобное И я думаю, что Ну, конечно, палка о двух концах Нельзя говорить, что культурный уровень резко поднимется Он, наоборот, может быть даже просядет в какой-то момент Но то, что Количество самородков увеличится В разы, в порядок Я думаю, что тоже об этом можно говорить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!